Добрый день! У нас сейчас идет конкурс на то, как мы тратим первый наш миллион. И есть необходимость сделать небольшое дополнение к этому конкурсу. Я для себя так решила, что я пока просто всем написавшим пишу спасибо, но писем ваших эссе не читаю. Я этим займусь, наверное, в последний день или в первый день после окончания конкурса. Хочу все за один раз прочесть, чтобы у меня впечатление не стиралось, чтобы вот сегодняшнее все свеженькое, и тогда буду вам и лайки ставить. Но в связи с тем, что я все равно спасибо пишу, иногда глаз выхватывает небольшие ваши заметочки, и я обнаружила вот что. Натыкалась на это вчера и натыкалась на это сегодня. Сегодня вы пишете, допустим, куплю маме дом, или куплю кому-то там машины, или сделаю для кого-то что-то. Вы знаете, вот чисто из человеческих понятий это великолепно. Это великолепно, что вы думаете не о себе в первую очередь, а о своих близких. Я так думаю, что особенно наше поколение. Мы же были воспитаны, раньше думая о родине, а потом о себе. И тем более себе где-то это там. Помните, я вам рассказывала, как я научилась себя любить. Я в список любимых людей себя никогда не вносила. Поэтому я хочу вам вот что подчеркнуть. Этот конкурс объявлен даже не просто для того, чтобы вы победили и получили какой-то мой маленький подарок. Он объявлен для того, чтобы вы не забывали мечтать. И чтобы вы мечтали так хорошо и так правильно, чтобы все ваши желания исполнялись. Чтобы Вселенная награждала вас каждый день маленькими подарками, большими подарками. Делала вашу жизнь более интересной и более красочной. Но, видимо, вы не смотрели моего ролика о том, как загадывать желания. Или смотрели давно и просто просмотрели и забыли. Очень многие наши ролики, особенно из раздела «Как стать счастливым», они учат нас на самом деле быть более удачливыми в этой жизни. Я прямо по полочкам раскладывала, что для того, чтобы ваши желания исполнялись, нужно сделать шаг первый – то-то, то-то. Шаг второй – учтите то-то, сё-то. Я не буду сейчас повторять второй раз, потому что мы про это уже говорили. Но прежде чем что-то писать, я вас прошу, прослушайте, пожалуйста, тот ролик и ориентируйте на себя все те выгоды и все те блага, которые вы хотите получить. Даже если вы предполагаете, что мамина квартира будет вам в огромную радость, или мамин дом, или мамина машина, вы-то все равно не пишите просто себе в заметочку, а соответственно нам на канал, что я покупаю мамин машину. А вы прописываете тогда те эмоции, которые вы будете испытывать, выезжать от счастья, когда вы увидите мамины счастливые глаза. Я сейчас не буду про это повторяться, потому что про это мы очень тщательно, подробно уже говорили. Но не обрезайте себе крылья, не ставьте барьеры на пути получения благ от Вселенной, потому что кто-то там написал, единственная возможность потратить этот миллион будет в том случае, если я его выиграю, но у меня есть абсолютная уверенность, что я его не выиграю. Вот ты хорошо, вот ты молодец. И поставил себе такие барьеры, через которые никто даже и не полезет. Потому что, помните, ваш ангел-хранительница, причем сидит, говорит, ну раз ему не надо миллион, то и не будем ему давать. Зачем вы это с собою делаете? Мечтайте, как дети. Верьте в эти сказки, пусть они у вас осуществляются. Такой великолепный конкурс я придумала. Сама от себя не ожидала такого чуда, какое я вам придумала. Я хочу, чтобы вы потом сказали, Галя, как здорово, что я это пожелала, потому что, несмотря на то, что я в конкурсе в твоем не получила приза, я получила столько призов от Вселенной. Не надо сомневаться в возможности быть богатым, счастливым, здоровым, удачливым. Потому что вы даже представить не можете, сколько денег болтается во Вселенной, которые не могут найти тот карман, в который они с удовольствием бы упали. Потому что большинство людей не умеет тратить эти деньги. Деньги туда и не идут. А мы с вами умницы-красавицы, которые позволяем себе роскошную жизнь, которые себя очень хорошо балуем. И поэтому денежки к нам приходят с удовольствием. Я вам всем этого желаю. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok